Друзья, третья партия с Арсениевым Циновым, конечно, безобразная была с обеих сторон, но довольно-таки интересная. То есть, опять это продолжение, я сыграл Б5 в этой позиции. Сильнейшее, конечно, продолжение Д5. Арсений пошел ФЖ3, я пошел ЦБ6. Арсений ЖФ4 пошел. Ну, здесь лучше всего, конечно, БЦ5 размениваться и бить назад. После хода АЖ3 черные могут сыграть и ДЦ5, и АБ6, тут с равной игрой, в принципе. Я пошел ДЦ5. Сделал ловушечный ход, то есть, ловил Арсения на ход ФЕ5. И здесь у белых очень плохая позиция, как ни странно. Вроде бы кажется, что надо закрываться, но на самом деле тут черные могут несколькими ходами поставить белых в критическое положение. То есть, есть комбинация ЖФ4, и белым надо бить только на Ж3. Потом отдают черные шашку, ФЕ5 выбивает шашку и бьют 3. Но в этом продолжении еще у белых есть ничья тяжелая, но есть. Бить надо на Ж3 меняться. И черные продолжают давить, АБ4 отдают и играют ФЖ7. Тут лучше всего отдать шашку и примерно развиваться таким образом. Допустим, БЦ3, АЖ5. Допустим, ЖХ4, ЖФ4. СД2, ФЕ5, АБ2, ЖФ6. БА3, БЦ7, АБ4, АБ6. Меняются назад. ЕФ4, ЖФ2. Ну и как бы черные здесь не играли, у белых везде есть ничья. То есть, если игра, допустим, ЕД4, ФЕ5, тогда уже белые просто размениваются, ну и тут ничья. А если черные принимают приглашение белых, то есть идут в дамки, то белые вот таким маршем шашки с Ж1 на Д4 все-таки попадают в итоге в дамки и партия заканчивается ничьей. Серьезное преимущество в этом варианте у черных, тем не менее, белые могут все-таки уравнять эту позицию. Тем не менее, после ФЕ5 есть даже еще более сильный ход за черных. АБ4. Теперь как играть за белых? Естественно, на бить на С7. Черные бьют на Д2. И в этом продолжении у белых, ну, остается единственный ход только на Б6 сперва, а затем, как ни странно, на С3. То есть, на Е3 еще хуже вариант. На С3. Ну и тут черные тоже продолжают давление. То есть, ЖФ4, допустим, СД2, ЕД6, СБ4, ФЖ7, БЦ3. Разменялись, ЖФ2, Ж5, разменялись, ЖФ4. Ну и ничья тут за белых, как бы, минимальные шансы на ничью. То есть, я ловил на эти варианты Арсения. Тем не менее, он не попался. Он сыграл ДЦ5. Вернее, я сыграл ДЦ5, Арсений здесь правильно пошел АЖ3. Ну, можно было и ЖФ2, и ЕФ2 играть. То есть, тут есть много разных вариантов. Я пошел ЕД6. Тут Арсению правильно надо было играть ФЕ5. И ставить меня в критическое положение. То есть, единственный ход после этого. СБ4. Белые бьют на Е7. Черные на Ф6. Ну и здесь можно привести следующий форсированный вариант. Которые тоже надо знать, конечно, и за белых, и за черных. ЕФ2, допустим. То есть, белые грозят ФЕ5 сыграть и выиграть шашку. ФЖ7 надо играть. Теперь белые размениваются. СБ4. Опять у черных единственный ход. БЦ5. Остальное все проигрывает. Сейчас уже черные грозят подорвать пункт Е3. Белым надо жертвовать шашку. Они нападают с тыла сразу же на две. Черные жертвуют шашку. Надо играть АЖ7. Единственный ход. Теперь ЖФ4, ЖФ6. ФЖ3. То есть, белые А5 ловят черных. Нельзя играть ФЖ5. Из-за ЕД8. ДЕ7 и ЕД8. Ну и эта позиция выиграна. То есть, в этом положении лучше всего за черных сыграть ДЦ3. Белым уже ЖР4. БА3. Пожертвовали шашку. Пошли в дамки. В дамки. И черные тоже пожертвовали шашку. И пошли в дамки. Ну, допустим, такое возможное продолжение могло быть. Арсений тут ошибся. Пошел СД2. Теперь уже у меня выигрыш был. После хода ФЕ7. Но я не нашел его. Ну, то есть, давайте рассмотрим возможные ходы. Допустим, если ЕФ2, то БЦ7. ДЕ5 надо играть. Ну, и тут как бы белые не били, все равно у них проигрыш. То есть, если на Ж5 бьют, тогда играют черные СБ4. Подрывают пункт Е3. И за гребущими руками снимают четыре шашки белых. Если же белые бьют в эту сторону, то черные играют ЕФ6. Спокойненько. И как бы белые не играли, БЦ3, ДЦ3, неважно. Проходит комбинация АБ4 и СД4. Опять подрывают пункт Е3 и выигрывают. То есть, какие еще варианты были? Допустим, ЖН2, БЦ7. Как играть? Если ЕФ2, допустим, то опять тут уже проходит комбинация за черных. То есть, АБ4, ФЕ5 и белые, черные пробивают пункт Е3. Допустим, побили на С1. Ну, и победа. Может даже не на С1 сперва. А, допустим, сюда. Белым только на С3. И на Ж1, на С1 тут. То есть, без разницы. Можно так побить. Ну, и тут шансов, конечно, у белых на ничью маловато. Как еще можно было сыграть белым? Ну, допустим, поменяться. Теперь черные побеждают вот следующим разменом. Бьют назад. То есть, грозят сыграть ЖФ4. Ну, и тут позиция, естественно, проиграна. То есть, АСЖ3, допустим, АСЖ7, ЖФ4. Ну, как тут можно сыграть? Можно даже ЖФ4, ЕФ2, ЖФ6, ДЕ5, АСЖ5. Ну, и позиция выигранная, естественно. Ходить белым некуда. Полностью зажали. То есть, в принципе, у меня был выигрыш. Но я не нашел его. Сыграл ФЕ5. Арсений побил. Таким образом. И сыграл ЖФ4. Ну, я сыграл ДЕ7. Вынуждая белых сделать единственный ход ДЕ5. Я ждал, что Арсений пойдет ДЕ5. Но Арсений не пошел. Так, он сыграл ЕФ2. Я здесь почувствовал, что у меня выигрыш. Пошел БЦ7. Арсений сыграл ЖХ2. Ну, и мне надо было играть либо ЖФ6, либо ЕФ6. Я почему-то захотел пойти в дамки. Ну, все-таки Суперблиц не просчитал позицию. Здесь, тем не менее, у Арсения была ничья после АЖ3. То есть, тут возникают различные удары. И все они приносят белым ничью. Тем не менее, Арсений напал Б3. Тут, конечно же, надо было тут же проводить комбинацию ЕФ6. ЕФ5. С победой. Но я почему-то тоже не увидел ее. Я сыграл СД6. Поменялись. Тут Арсений пошел ФЕ5. Я увидел, что он грозит сыграть ЕФ6. Поэтому разменялся ЖФ6. Арсений тут пошел ФЖ3. Я сыграл БА3. Он сыграл ЕФ4. То есть, я пошел БЦ5. И поменялся на Ц5. Все еще сохраняется выигрыш за черных. Но, тем не менее, я его не нашел. ДЕ3. Какие-то опять грозят тут комбинации. Черные грозят... Белые грозят загнать дамку черных на Ж5. И затем подорвать пункт Ф6. Я, конечно, тут сыграл ЕД6. Но после ЦД4 не заметил красивую комбинацию. У меня тут оставалось не более 6 секунд. Попытайтесь найти ее. Можете поставить видео на паузу. Красиво. Надо было сыграть АБ4. ЕД6. ЖФ6. И АЖ7. И после БЦ3. Черные выигрывают. Снимая все шашки. То есть, ЖФ4 не пойдешь. Черные займут большую дорогу. А после АБ2. АЖ5. Играем. И победа. Вот такой красивый выигрыш был. В Супер Блице. С Арсением Циновым. Тем не менее, я его не нашел. Я пошел ЦБ4. И после ДЦ5. В итоге получил проигранную позицию. Я сыграл. ФЕ7. И после ЦБ6. АБ2. И ЕД4. Арсений мог победить. Но тем не менее, он тоже тут ошибку совершил. Грубейшую. Он сыграл ДЕ5. Я побил на поле Д4. Арсению, конечно же, надо было шашкой А4. Бить на Ф6. Д8. Дамка. На А5. На Ц3. И затем по большой дороге бить, допустим, на А8. Но Арсений почему-то подумал, что через одно и то же поле, видимо, нельзя перепрыгивать дважды. Он побил Дамкой почему-то на Е5. И после размена я сыграл АЖ5. И партия закончилась в ничью. Вот такое забавное продолжение. Арсений потом написал в комментариях. Там ха-ха-ха. Я тоже как бы смайлики написал. И партия закончилась в ничью. Сыграли все четыре в ничью партии. То есть оба могли победить. Тем не менее, так скажем, отделались оба соперника легким испугом. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. До свидания. Еще увидимся.